Всем привет! Уже четверг, а значит в эфире снова новости! Не новости! Да-да, вы все правильно поняли! Наш шестой выпуск приурочен к Международному Дню Смеха, а именно 1 апреля. И сегодня мы расскажем... На Шагале. Марафон на озере Кабан. Куда можно сдать редкий лут? Малиновая Лада едет в Казань. Где пройдет концерт уже легендарной группы? 60 секунд на... Рофл. Лера Фридрих и Варвара Горкунова расскажут, как можно пранкануть друзей в первоапрельский праздник. И так как сегодня мы немножечко вне формате, то и ведущего у нас не будет. Весь выпуск... Блин, все время! Все? 3, 2, 1. Погнали! Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. 3 апреля жители Татарстана и его столицы смогут присоединиться к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Мероприятие пройдет на набережной озера Кабан. Из ништячков, которые вы сможете получить, будут памятные сертификаты и заряд бодрости. Подробное расписание вы сможете найти на сайте Минспорта Республики Татарстан. Займемся своим здоровьем. Тогда встречаемся 3 апреля в 9 утра на набережной озера Кабан. Не забудь зарегистрироваться. Ну и если ходьбой заниматься не хотите, то у нас для вас есть отличная альтернатива. Ты считаешь, что ходить в музей Кринжова? Дай мне 2 минуты, чтобы переубедить тебя. С 1 по 3 апреля в Национальном музее Татарстана пройдут дни дарений. Проще говоря, вы сможете передать редкие предметы в фонд музея и внести свой вклад в его развитие. Можно приносить антиквариат, архивные фотографии и ценные документы. А сейчас важная инфа. Приходите с 10 до 5 вечера, берите с собой паспорт, ведь все дары будут оформляться документально. Дары мы принимаем от любого жителя Казани, даже гостей столицы, если вдруг у них есть, что нам принести. Конечно, это должны быть предметы, которые имеют историческое значение и культурную значимость у них есть. Акция проводится ежегодно и приурочена к ДРШ Кенатс музея 5 апреля. Кстати, именно 5 числа можно будет сходить в Национальный абсолютно бесплатно, так что обязательно воспользуйтесь возможностью узнать больше о республике. Кажется, теперь я знаю, куда можно отнести билет на концерт, который снова отменили. Вероника Туманова, Аня Климина, Неновости. Эй, если ты в тренде, то ты 100% знаешь эту песню. Ну а если ты не в теме и до сих пор слушаешь Максим, я поясню. Этот трек Гаязов с Браза с Малиновой Ладой. Создали этот дуэт реальные братья Тимур и Ильнас Гаязовы. В 2014 исполнители выпустили свой первый альбом под говорящим названием Only You. Однако хайпануть татарские рэперы смогли только в 2019, когда выпустили альбом Креда. Песня до встречи на танцполе держалась в топе аж 14 недель. С тех пор парни наводили суету в чартах и даже попали в ТикТок. В этом году чуваки решили отправиться в месячный тур по городам России. И 1 апреля выступят в Казань. Концерт пройдет в Биг Твин арене. Ну а если ты не знаешь, как провести день смеха, то бери в свое хоуми и залетайте на концерт. Скучно точно не будет. Конечно не будет. Ведь 1 апреля ты можешь не только круто оторваться на концерте, но и хорошенько пранкнуть своих знакомых. Погнали узнаем, как же прохожие рофлят над своими друзьями. Говорю, что у них белая спина. Ну говорим, что где-нибудь что-нибудь забыли, где-то что-то разлито у них, там что-нибудь такое. Нальем в 2 стакана водки и 1 дойдем выпить, а 2 типа запить. Ну говорилось, что спина белая или что-нибудь такое. Сказали, что у них уже руки развязаны. Я считаю, что розыгрыши и приколы это все в школе осталось где-то там. И это по-вашему пранк? Сколько лет этим приколам? Столько же, сколько и самому празднику. Эти пранки уже давно не актуальны, поэтому ловите хайповую подборку розыгрышей в нашей рубрике «60 секунд». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот вы и узнали, как можно разыграть своих брон на 1 апреля. Пусть ваши шутки будут такими же неожиданными, как прогноз погоды, о котором сейчас расскажет Полина Якубова. Эй, давайте меняться! Что ж, на этой неделе действительно сплошная непогода. Начиная с понедельника наблюдаются осадки и облачности. Выходные также не станут исключением. Температура же уикенд составит 0,2 градуса по Цельсию, а в субботу пройдет обильный снегодождь. Так что не ставьте в планы прогулку с Крашем. Не лучший момент. Следующая неделя тоже начнется не особо приятно, но температура хотя бы не минусовая. 0,3 градуса по Цельсию. Также в среду возможен сильный ветер. Не поддавайтесь предательской погоде и не впадайте в депрессию. Я точно знаю, все еще будет и южный ветер еще подует. Полина Якупова, Диана Атаева. Ты куда? Эй, отдай камеру! Камеру отдай! Откай, куда? Ну куда? Все, 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 успокойся, отдай! Ты че? Трэш, конечно! Чтобы таких ситуаций не возникало, стоит всегда держаться с кем-то рядом. А если друзей много, то можно сделать еще и хорошую фотографию. Ну а на этом все они и новости на сегодня. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также на ютуб-канал Универ ТВ. Не забывайте лайкать и комментировать наш выпуск. И провести 1 апреля с кайфом. До встречи в следующий четверг. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok